Акафист Акафист в честь Иверской Моздокской иконы Божьей Матери был составлен в 1915 году епископом Владикавказским и Моздокским Антонином Грановским. Сама икона принадлежит к числу древнейших святынь православной церкви. Списанная с греческого подлинника Иверской иконы, она часто называется Иверской. Моздокская икона Иверской Богоматери была написана в Иверии придворным живописцем царицы Тамары. Черты лица Богородицы на ней строгие и величественные. Характер письма грузинский. Моздокская чудотворная икона Божьей Матери на Кавказе чтится как особая святыня. Боголюбивая грузинская царица Тамара подарила ее осетинскому народу в начале XIII века. Будучи дочерью осетинской княгини и женой осетинского князя, царица Иверии проявляла особую заботу об утверждении христианства между осетинами. Строила церкви, снабжала их утварью, присылала священников и учителей. В дар высокогорному храму царица Тамара послала эту икону Божьей Матери. Майрам-Кау. Так называлось осетинское село в Куртатинском ущелье в горах республики Северная Осетия Алания. На самой вершине холма, на высоте 3000 метров над уровнем моря, до сих пор стоит старинный храм. Именно здесь, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на протяжении шести веков хранилась великая святыня осетинского народа, подаренная грузинской царицей, чудотворная икона Иверской Богоматери. У западной стены храма растет старая береза, усеянная разноцветными лентами. Их повязывают приходящие сюда люди, моля о благосклонности небес. Эта традиция своего рода пережиток далекого языческого прошлого Осетии. Неподалеку от храма обезглавленная сторожевая башня. Это все, что осталось от старинного осетинского селения Майрам-Кау. Название Майрам-Кау означает «село Богоматери». Справа от входа прислонен большой камень. На нем высечены имена тружеников, которые восстанавливали храм после очередного разрушения. Построенная в XII веке, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, по всей видимости, изначально была деревянной. Вскоре, после того, как икона Иверской Богоматери была доставлена сюда, церковь трижды сгорала до основания. Однако икону с ликом Богородицы каждый раз находили целой на горе неподалеку. Видя такое чудо, жители селения стали почитать ее как чудотворную. С течением времени чудеса Божьей Матери, совершаемые ею посредством иконы, становились все более известными. Богомольцы из разных мест стекались к святыне за исцелением от телесных и душевных недугов. В XVIII веке наступает эпоха сближения Осетии с единоверной Россией. По приглашению императрицы Елизаветы Петровны, жители Куртатинского ущелья переселяются на равнинные земли близ Моздока. Покидая родные поселения, горцы забирают с собой святыню, икону Божьей Матери. У Моздока куртатинцы остановились на ночлег. Согласно преданию, в сумерках они увидели, что от Орбы, где находилась икона Божьей Матери, исходит чудный свет. Свет этот не переставал сиять всю ночь. Поутру путники запрягли своих валов в Орбу, где находилась икона. Однако животные не двигались с места. Вскоре один из горцев рассказал, что слышал ночью неземной голос, повелевавший оставить святыню здесь. В окрестных станицах и селах стали говорить о чудотворной иконе. Весть о ней донеслась и до епископа Владикавказского и Моздокского Гая. В сопровождении всего духовенства первосвященный Гай совершил перед святой иконой молебен. Пресвятая Богородица чудным образом известила епископа, что она желает пребывать своею иконою на том месте, где горцы остановились на ночлег. Пресвященный поспешил построить здесь часовню и велел поставить в ней святую икону. С тех пор эту икону Иверской Богоматери стали называть Моздокская. Столетия изменили мир. В 60 километрах от древней церкви шумит своими автомобилями, трамваями и прочей городской суетой северо-осетинская столица – Владикавказ. Однако здесь, в горах Куртатинского ущелья, все осталось по-прежнему. Тот же храм, тот же пейзаж, те же звуки, шум ветра, гул реки, шелест листвы. Теперь к высокогорному храму поднимаются немногие. Путь труден. Но лица тех, кто приходит сюда, озаряются необыкновенным светом. Объяснить это сложно. Легче почувствовать. Если, невзирая на усталость от борьбы с земным притяжением, все-таки подняться по крутому склону для того, чтобы стать ближе к небу, к Богу, к истине. Сегодня в церковь Рождества Пресвятой Богородицы по праздникам совершают крестный ход монахи и прихожане Свято-Успенского Алландского мужского монастыря, расположенного в селении Хидекуш, что в нескольких километрах от древнего храма. Но идут они не с чудотворной иконой, некогда хранившейся в селении Мэра Макао, а с ее списком. Подлинник утерян после большевистского переворота 1917 года. Сохранилась ли святыня и где ее место пребывания до сегодняшнего дня неизвестно. Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента исчезновения Моздокской чудотворной иконы, надежда на ее возвращение не покидает христиан Осетии. В эти дни на территории Свято-Успенского Алландского мужского монастыря идет строительство храма в честь Иверской Моздокской иконы Божьей Матери. Насельники и паломники, приезжающие сюда, работают с надеждой на то, что чудотворная икона вернется на родную Осетинскую землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...